Привет, друзья! С вами я, Любомир Борода. И сегодня я хочу продолжить нашу рубрику вопрос-ответ. Сильно вас не грузить роликами длинными и попробовать в таком режиме нон-стоп ответить по-быстренькому на пару-тройку часто задаваемых мне вопросов. Итак, первый вопрос. Сколько метров паракорда надо брать для того, чтобы сплести один браслет? Ну, так как, опять же, браслеты бывают разные, паракорды тоже бывают разные. Но для того, чтобы с чего-то начинать, я бы не советовал брать метраж меньше 2,5 метра. И то 2,5 метра это обычная кобра с пластиками-фастексами примерно до 17-18 сантиметров в обхвате запястья. Дальше, если будет запястье чуть больше или вы немножечко ошибетесь, то, в принципе, вам может этого паракорда не хватить. А, как известно, скупой платит дважды. Поэтому, если вы только начинаете, берите всегда 3 метра, немножко плюс, немножко минус. То есть 3 метра 18 сантиметров в обхвате запястья. Если обхват запястья больше, берите чуть-чуть больше. Если обхват запястья 17-16, можете взять 2,90, 2,80. Но, опять же, берите первый кусок на 3, пробуйте, а потом вы уже будете примерно понимать, какой метраж вам нужен конкретно касаемо этой модели браслета, какой метраж вам нужен для другой модели браслета. Если же вы будете плести дабл кобру, то, соответственно, берите уже больше, берите от 4 метров и выше, а лучше даже 5. А если вы делаете быстро расплитаемый браслет, плетение быстро расплитаемого браслета, то там, опять же, не менее 3,5, а лучше брать сразу все 4. В принципе, с этим вопросом мы разобрались. И следующий вопрос, который вытекает из этого же, как правильно мерить запястье. Я не знаю, как меряют другие, я это делаю так. То есть я знаю размер своего запястья в обхвате в сантиметрах впритык. Я беру для этого сантиметровую ленту, меряю, я знаю, что моя рука это 18 сантиметров. Я беру тестовую модель какого-то браслета, пилотного, какого-то определенного плетения. И делаю его под себя. Получается, что, ну, просто примеряю, а как мне будет удобно. Делаю, все, я вижу. Вот этот браслет у меня 18 сантиметров. Я наношу этот браслет на свою рабочую доску, на свой паракорд джик. И ставлю метку 18 сантиметров. Далее, когда ко мне приходит клиент, просит сплести точно такую же модель браслета, я пляшу от этой отметки. Если у него запястье 21, соответственно, я прибавляю 3 к моей отметке. Если у него запястье 16, я отбавляю 2 сантиметра от своей отметки. Но по такой метке ни в коем случае не меряйте все браслеты. Потому что это зависит от структуры самого паракорда, от плетения, от вида, от модели браслета. Они бывают где-то более крупные, где-то более тонкие, изящные. И, соответственно, размер браслета будет немножко гулять в районе сантиметра, иногда и двух, в зависимости от модели. Поэтому старайтесь каждую модель измерить, сделать какой-то пилотный тестовый размер, наметить это все себе, либо записать в какую-то таблицу. После этого будет проще работать. Так, следующий вопрос. Какой я юзаю паракорд? Ну, соответственно, я уже несколько раз там рассказывал про китайский, американский, там, Гвардиан, прочее-прочее. Вот. Мой любимый паракорд это Этвуд Роб американского производителя. Это Эльвуд Брейдинг, тоже американец. И это Франклин. Еще немножко украинского Гвардиана. Чем они все между собой отличаются? Этвуд, он более изящный, жесткий, качественный, сочный, ну и очень-очень-очень крутой. То есть, практически все мои работы сделаны в основном из Этвуда. Какие-то вот эти симпатичные все мощные браслетики. Эльвуд, он помягче, но он, опять же, четкий, качественный. Самый стандартный 550-й браслет. Браслет, паракорд без различных заусенцев, с хорошей цветовой палитрой, мягенький, аккуратный. То есть, когда вы держите в руках Эльвуд и Этвуд, вы уже понимаете, что вот этим будет хорошо плести такую модель браслета, а этим будет хорошо плести такую модель браслета. А в каких-то моментах их можно даже попробовать между собой совместить. Франклин. Франклин не имеет там супер-супер-пупер палитру цветов, но он покрупнее, покруглее и такой, я бы, вот я его называю, брутальный. То есть, с этим паракордом прикольно делать какие-то, наверное, да, там, кобры, дабл-кобры, там, на пластиковых фастексах. То есть, ну, он выглядит реально брутальным, прикольным, мощным, таким вот интересным паракордом. Вот. И по сразу мини-корду, нано-корду и микро-корду тоже вопрос много задают. Ребят, нано-кордом я не пользуюсь, я это видел, как бы это очень тоненькая такая ниточка, я пока не знаю, куда ее применять. Вот. Мини-корд многие ребята юзают, я видел, и неплохие браслеты получаются, но как-то за период своей деятельности до мини-корда я так и не дошел. То есть, у меня было несколько мотков разных цветов, ну, я что-то пытался делать, но мне не нравится его структура и не нравится соотношение мини-корда с паракордом. Мне кажется, что это как-то грубовато и нет той детализации, той изящности, которую я хочу видеть в своих изделиях. Поэтому с мини-кордом я пока ничего не придумал, я не могу его ни ругать, ни хвалить, потому что я, ну, я не знаю. Вот. А касаемо микро-корда, я, знаете, я пробовал микро-корд, опять же, вот, вроде то ли франкен, то ли эль, вот, тестовый, вот, не скажу точно. Вроде, вроде франкен. Ну, вроде ничего, но похож все-таки на какую-то толстенькую капроновую украшенную веревку. Ну, с другой стороны, вроде бы, блин, классный. Ну, фиг знает. Ну, у меня был только один кусок всего одного цвета, я не смог разобраться. А тот микро-корд, которым пользуюсь я, это, опять же, Этвут Роб, это, блин, ну, очень крутейшее сырье, очень классный материал, очень офигительная цветовая палитра. И там, реально, я как фетишист, мне хочется купить каждого цвета по несколько катушек, там, вот, реально им запастись, глазами гуляю, потому что у меня здесь стоят катушки в ряд, которыми я работаю, там, ежедневные. И там еще дополнительные цвета, когда катушки заканчиваются, там у меня стоят еще запасы. Вот, ну, блин, так как я работаю с микро-кордом, он нравится мне весь. Это просто чудо. Ссылку на сайт, как бы, Этвут Роб я запросто дам в этом ролике. Посмотрите, как бы, сайт производителя. Ну, это реально классный пара-корд, который, я не знаю, купите вы его там на Алиэкспрессе, мне кажется, что нет. Нет, смотрите на производителя, ищите поставщиков, которые возят этот пара-корд, вот, и делайте классные, прикольные вещи. Вот, на этом ролике, я просто смотрю, мне уже камера показывает, что я уже наговорил на 7 с лишним минут, вот. Я не хочу делать вот эти вот рубрику вопрос-ответ очень длинную, поэтому остальные вопросы и остальные ответы мы развернем с вами в следующих выпусках. А сейчас я хочу пожелать вам всем удачи, придите классные браслеты, не повторяйте ни за кем, придумывайте свое, потому что придуманное свое в тысячу раз лучше скопировано. На этом все, с вами был Любомир Борода, всем удачи, все будет хорошо. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok